Физкульт привет друзья и ученики! Сегодня очень интересное видео. Несмотря на то, что об этом в сети, в интернете уже очень много есть исследований, более 500, очень много грамотных статей научных. Многие доктора, диетологи уже говорят об этом, но все равно почему-то пока эта тема нами, занимающимися тяжелыми видами спорта, занимающимися железом, не воспринимается серьезно. О чем речь? Речь о витамине Д. Мало кто знает, что витамин Д это гормон. Да, с этого года официально медициной признано. Витамин Д гормон. А для чего и как он нам нужен именно с точки зрения роста массы и силы, мы поговорим дальше. Выражаю благодарность Алексею Калинчеву за помощь в создании данного материала. Врач-диетолог, эндокринолог, нутрициолог. Настоятельно рекомендую всем обращаться к нему за советами и рекомендациями. Особенно, если вы хотите начать гормонозаменительную терапию. Человек ведет многих ведущих спортсменов. Все ссылки, как связаться с Алексеем, будут в описании к данному ролику. Итак, друзья, витамин Д влияет на снижение веса, именно за счет жировых прослоек. Улучшает кальциевый обмен. А кальций, как вы знаете, влияет на работу мышц. Влияет на гормон насыщения лептин, что тоже поможет вам в борьбе с лишними жировыми отложениями. Воздействует на иммунную систему, значительно повышая защиту организма. Защищая нас с вами от диабета второго типа. От сердечно-сосудистых заболеваний. И оберегает от артрита. Влияя на всю скелетно-мышечную систему. Он защищает от остеопороза. Особенно в преклонном возрасте. Также помогает при хронических воспалительных заболеваниях. Недостаток витамина Д вызывает мышечные боли, сердечные заболевания и может быть причиной онкологии кишечника. Жирорастворимый витамин. Больше всего его в жирной рыбе, натуральном сливочном масле, яичном желтке и мясных продуктах. Другими словами, в продуктах животного происхождения. На солнце, конечно, бывать нужно и можно. Но даже если вы обгорите до угольков, вы не получите необходимую дозу витамина Д. Да, действительно, современная медицина признала витамин Д гормоном. Более чем 500 исследований показали положительную тенденцию в повышении тестостерона нашим организмам. После грамотного применения витамина Д. Данная информация будет весьма полезна для людей, занимающихся бодибилдингом в натуражку, да и всем людям, ведущим здоровый образ жизни. По крайней мере, пока умники в законодательстве не запретят его, как сильнодействующий препарат, что в нашем безумном мире вполне вероятно. Остается надеяться, что не запретят и тестостерон, в принципе, в организме как таковой. И такой циарий, мне кажется, вполне реальным, глядя на тот бред, что происходит в мире. Витамин Д абсолютно необходимый нутрицептик для жизни человека. О его значимости говорит много, очень много исследований. 65 тысяч ссылок на научные статьи на главном медицинском ресурсе PubMed могут быть тому свидетельствами. Погуглите сами и убедитесь. Доступ открыт. На самом деле, витамин Д – это стероидный гормон типа тестостерона. Он регулирует синтез нескольких тысяч белков. Представьте, что происходит, если его мало. На солнце его невозможно насинтезировать в терапевтической дозе, повторюсь, необходимой для осуществления всего спектра вне костных эффектов. Хватит только для антирахитного действия, то есть для защиты костей. А вот для противоопухолевого, противоинфекционного действия будет мало. Также витамин Д способствует повышению чувствительности рецепторов к инсулину, то есть он снижает инсулинорезистентность. А инсулинорезистентность – это начало диабета второго типа. Кто думает, что у него все хорошо с данным витамином, от того, что он живет в солнечной стране и много загорает, повторяемся, тот сильно ошибается. Можете сдать анализ на содержание витамина Д в крови, и вы будете удивлены, как его там мало. Почему так происходит? Все просто. Он синтезируется, только пока кожа белая, смуглая, не пропускает ультрафиолет. Но кто же специально будет жариться на солнце? Все ведь боятся рака кожи и меланомы. В общем, ребята, пейте витамин Д круглогодично. Дозы правильнее подбирать по анализу крови. Это работа для врача. Для взрослого человека безопасно обычно пить его по 5000 международных единиц в день. Не стоит пить более 10 тысяч в день без консультации с врачом. Здесь уже легко можно причинить себе вред, если заниматься самолечением. Обязательно, настоятельно рекомендуем вам проконсультироваться со специалистом. Нужны ли перерывы в приеме витамина? Не будет ли передозировки? Алексей не советует делать перерывы. Если боитесь, сдавайте кровь на витамин Д раз в полгода. И уже, исходя из полученных данных, принимайте решение. А точнее, пусть ваш доктор принимает решение, принимать его или нет. Как и все нутрицептики, принимать его нужно вместе или после еды. Это общее правило. Нужно много чего принимать для активно занимающихся спортом. Об этом уже много и регулярно пишут. Как минимум, это жиры омега-3, бета-аланин, ацетил-Л-карнитин, протеин и некоторые другие добавки. Однозначно всем необходимы спортивные витамины. И тем, кто занимается спортом, и тем, кто ведет тяжелый физический труд на работе, либо просто активно занимается спортом в жизни. Но, в принципе, мало кто пренебрегает витаминами в наше время. Не забывайте, самое главное, это правильное, полноценное питание. Коррекция гормональных и обменных нарушений. Абсолютно необходимые иноцетевтики, типа витамина D и омега-3. Спортивное питание. Особенно карнитин, бета-аланин, протеин, поливитамины. Все, что мы уже вам говорили. Желаю всем здоровья, друзья. Настоятельно рекомендую изучить то, что вы еще сможете найти в интернете по поводу витамина D. И принимайте его. Он невероятным образом скажется на результативности ваших тренировок и, в принципе, на всей вашей жизнедеятельности. Ваш организм будет более здоровым. А, соответственно, и жизнь будет более позитивной.